О турецком городе Измит многие пользователи сети узнали, благодаря собаке, которая вела себя странно. Каждый день животные приходят на одно и то же место, чтобы часами сидеть и смотреть на дождевой сток. Люди стали гадать, чем водосток смог заинтриговать пса. Пес, смотрящий на водосточную конструкцию, стал самым обсуждаемым животным в Турции за последнее время. Собака ежедневно посещает улицу Фетхия, одну из самых оживленных в городе, чтобы любоваться канализационным сливом. Животное может часами смотреть на водосток, периодически меняя положение тела. Жители Измита терялись в догадках, что именно привлекает пса. Его фотографировали, а фото выкладывали в социальных сетях. К обсуждениям горожан присоединились люди со всего света. Торговцы близлежащих магазинов даже придумали кличку псу, мозгал, что в переводе с турецкого означает «сток» или «слив». Для получения ответа на вопрос, что заинтересовало собаку, привлекли спасателей, люди не исключали, что внутри стока может оказаться человек или другое живое существо. Сотрудники спасательной службы демонтировали решетку и обследовали канализацию с помощью специального оборудования, но ничего необычного не обнаружили. Люди, ставшие очевидцами странного поведения пса, прозвали его новым «Хатико», а ветеринар Эйдер Далкич высказал предположение, что причиной всему может быть психологическая травма мозгала, перенесенная в щенячьем возрасте. По мнению врача, это может быть падение в ливневку, к примеру, или иное драматическое событие на этом месте. Возможно, оно связано с ее щенком, что вынуждает собаку возвращаться и искать его каждый день. Мнений много, но не исключено, что объяснение столь странному поведению довольно банальное. Так, по одной из наиболее реалистичных версий, причиной, вынуждающей собаку часами наблюдать за ливневой решеткой являются обычные крысы. В канализации их много, и они часто бегают по стокам, тем самым привлекают внимание собаки, пробуждая в ней охотничий инстинкт. Друзья, если вам понравилась история, жмите жирный лайк, и напишите в комментариях свое мнение об этом случае. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok